Привет, с вами Дайвинг без границ. Сегодня очередное видео по вашим заявкам. Сегодня мы будем рассказывать, как собрать подвеску с помощью моностропы и металлической спинки. Прежде чем начать основной ролик, я хочу вас спросить, будет ли вам интересное видео о жизни в Египте, конкретно в Шарм-эль-Шейхе, ну и в других странах, там где мы бываем. Поэтому мы можем рассказать вам, как здесь жить, как остаться на долгое время, как снять жилье, где покупать продукты, что, сколько стоит, куда ходить купаться, ну и прочие всевозможные вопросы. Если вам это интересно, пожалуйста, пишите в комментариях. Мы тогда запустим, возможно, отдельный канал, или в этом канале будет отдельная ветка о жизни за границей. Ну, а сейчас начнем основное наше видео о том, как собрать подвеску из моностропы. Так, ну, во-первых, что нам понадобится? Нам понадобится, так как мы будем собирать подвеску по стандартной системе Хогарта, то нам понадобятся две пряжки, стальная и пластиковая, обычные поясные ремённые пряжки. Нам понадобятся антавки, нам понадобятся две антавки, вот такие вот, с зазубрами посредине, и остальные, их будет четыре, да, обычные можно использовать без зазубра, вот такие. У меня здесь их чуть больше, потому что я буду собирать в итоге систему не по Хогарту, а для использования с Д-кольцом, ну, только с левой, но и с правой стороны. Вот, дальше что нам понадобится? Нам понадобятся Д-кольца. Лучше использовать Д-кольца вот такого формата, если вот на видео видно, я его пытаюсь вот так вот показать. Да, видите, они немного загнуты. Они удобнее в работе. Вот, нам понадобится раз, два, три, четыре, пять. Да, то есть нам понадобится раз, два, три, четыре Д-кольца. Пятое – это дополнительное, как раз на правую сторону, которую я повешу в конце. Ну, мы будем собирать стандартную подвеску с четырьмя Д-кольцами. Пятое – это дополнительное. Дальше нам понадобятся две вот такие вот эластичные антарки. Вот у меня они из неопрена. Можно использовать просто от велосипедной камеры резинки. Как минимум две штуки нам понадобятся, лучше больше. И вот такая вот петелька из резиновой банджи для крепления инфлятора. Вот, а, и всё. Нам понадобится моностропа, капроновая лента, шириной 5 сантиметров, 3,5 метра длиной. Посередине желательно с открытием. Вот у меня тут установлен люверс. Вот, если нет, ну, в принципе, можно проделать. Ничего страшного, если вы просто проделаете отверстие, обожжёте его края, чтобы оно не расхозилось. И подбрас, метровый ремень подбрас, у меня уже он с вшитым д-кольцом. Вот, и я сюда вот уже сразу надел. Это был наплечник, который обычно на плечевые лянки ставится, но мне на плечевых лянках наплечники абсолютно не нужны, мне лянки не давят. И, когда я считаю, это на плечах ненужный для меня девайс, а вот на мурасовом ремне он как бы очень уместен. Это такая вот эластичная тоже трубка, будем говорить, сшита из неопрена. Вот, метровый длинный кусок. И непосредственно сама металлическая спинка. Стандартная, стальная, из нержавеющей стали, спинка абсолютно простой конструкции, без дополнительных прорезей. Итак, начнём собирать. Берём нашу спинку, берём стропу. Ну, как видите, я просто разобрал спинку, у меня уже тут везде загибы, она у вас будет ровная. И первое, что мы делаем, пропускаем стропу вот через эти разрезы. спинка находится сейчас вот с задней частью от меня, то есть вот эта часть от баллона. Она выгнута вот так вот. Тут всё просто. выставляем так, чтобы отверстие совпадало с отверстием нашим в спинке. вот видите, все отверстие совпадает. Далее. Разворачиваем, чтобы было вам видно. стропа идёт в верхнюю прорезь. стропа достаточно жёсткая. Работать ей не очень удобно. Ну, это стандартный набор от Дайфрайт. В принципе, качество меня устраивает. Итак, пропустили. Вот у нас это пойдёт уже на плечи. Соответственно, нам надо определиться и сразу, вернее, поставить наши ключевые декольца, потому что потом мы их поставить не можем. Итак. Берём наши кольца. Кольца должны стоять вот так вот у нас. то есть, чтобы загиб немножко не плотно, не давал плотно прилегать к стропе, когда она одета, чтобы было удобно пристёгивать. Первым делом. продели пряжку. Наше Д-Кольцо, чтобы оно у нас вот в таком положении было. вот. Вот. Видите, как оно закрепляется. Теперь второе, точно тоже. Так, плечевые декольца закрепили. Теперь очередь для нашей первой вот этой эластичной натавки. Для чего она нужна? Она нужна, понадобится в дальнейшем для крепления фонаря. Я сразу ее прикреплю, то есть фонарь на карабин цепляем на Д-кольцо и потом заправляем под это. Можно сделать два кольца, чтобы более надежным крепился фонарь. Понадобится пряжка с зубчатыми прорезями. В дальние отверстия пропускаем. Смотрим, чтобы у нас вот так вот получилось. Фиксируем пряжечкой. Чтобы стропа свободно не ездила через эти прорези. То же самое с другой стороны. No. Так. 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 Регулировать длину. С жесткой строкой работать не очень удобно, именно потому что она жесткая. Так, теперь одинаковую длину, сейчас померяем, определим достаточно ли нам длины этих плечевых строп. Надеваем. Правильно зашнуровали. У нас должна быть картинка такая, что вот здесь вот эта внутренняя часть, которая у нас идет вдоль тела, вот сюда выходила вот так вот, а у нас здесь внутренняя часть, в которую идет тело, зашла с другой стороны. Нейтрально пропустил стропу. Сразу с длиной отделяемся. Вот теперь все верно. Примеряем. Так, до кольца длину до спинки достаем, до кольца надо чуть-чуть поднять, попозже поднимем. Длина стропы. Кулак влазит. Вот запас в кулак, в принципе, вполне достаточно. Так, продолжаем. Так, с правой стороны у нас только пряжка, с которой мы в дальнейшем будем фиксировать конец фонаря. С левой стороны у нас Д-кольцо. Берем прямое Д-кольцо. На каком расстоянии от спинки ставить вот это Д-кольцо? Д-кольцо должно находиться вот у вас, вот в этом месте. Да? И так как у всех расстояние от спинки вот до примерно оси, до центра по ширине, если брать туловище, будет разное, то у всех по-разному. У меня на расстоянии кулака, ну, в большинство, в принципе, расстояние кулак вполне достаточно. Еще. Вот. Вот на таком расстоянии. Так, что мы забыли? Мы забыли поставить здесь резинку, которая будет держать наш октопус. Ну, можно развязать ее и вставить и потом. Да? Но я сейчас развязывать не буду, так как она у меня проклеена. И я сейчас разберу и опять все заново. И вставлю сюда резинку. Итак, петлю я поставил. Как видите, она вставлена точно так же, как и это Д-кольцо. Сюда мы будем заправлять инфлятор для того, чтобы он у нас не болтался. И осталось нам прикрепить брасовый ремень и поясную пряжку. Итак, поясная пряжка. Будем шнуровать ее. Вначале определимся с длиной. На каком расстоянии ее надо закрепить. А для этого нам понадобится брасовый ремень. Вот наш брасовый ремень. Значит, как его крепим. Смотрите. Д-кольцо должно располагаться, грубо говоря, вот здесь. Соответственно, когда мы оденем спинку, оно должно находиться в таком положении. для этого нам надо его правильно пропустить сразу. Не ошибиться со стороной. и нам понадобится еще одно Д-кольцо. Заднее Д-кольцо. Сейчас мы его тоже прикрепим. На каком расстоянии оно будет, мы тоже отрегулируем позже. operation нам приделает огней амор activity- Herz сeman Ouл. В общем, на данном протяжении светом – fr, об entrar на просторе, вую еще провод, в Sapphire environment. и пр встречи под пачкам. Это было несколько на тор tampочке, как видите декольца у нас на одной стороне пропускаем и нам надо здесь как-то закрепить можно использовать пряжку непосредственно вот эту же которую на которой крепится это декольцо можно использовать отдельную пряжку с отдельной пряжкой эта операция становится значительно проще но мы не ищем простых путей для бросового ремня лучше конечно брать стропу помягче эта стропа стандартная которая идет на подвеску она жестковата я использую стропу от других производителей сбрасываю и мне отдельно покупаем а Очень труда и стропа. Излишки сюда заправляем. Так, сейчас будем определяться, какой длины нам нужен брасовый ремень и на каком расстоянии нам надо закрепить эту пряжку. Назделаем нашу подвеску. В первую очередь смотрим брасовый ремень. Он должен у нас располагаться так, чтобы стропа не смотрела вниз со спинки. То есть у нас должно быть все ровненько, то есть надо мне сейчас будет немножко удлинить. Но с пряжкой уже можно и сейчас определиться, так как пряжку мы делаем вот здесь, чтобы она у нас проходила. Для чего это нужно? Когда вы, если вам под водой понадобится расстегнуть эту пряжку, что-то поправить или снять там канистру, не знаю, для чего-либо, она у вас не падает и вам не надо будет искать павший брасовый ремень. Висит тут на пряжке удобно. Плюс у нас здесь остается место для крепления режущего инструмента. Кстати, про который я забыл, то есть режущий инструмент у нас крепится здесь, в этой точке. Можно еще закрепить в этой точке, но здесь доступ к нему не всегда удобен, когда у вас висят стейджи, поэтому оптимальное место на поясе вот с этой стороны. Так, с пряжкой все понятно и продолжаем шнуровать. Если вы не предполагаете эту подвеску давать кому-либо пользоваться еще, то излишки лучше обрезать, то есть сделать небольшой запас, ну плюс-минус удлинить ремень под сухой костюм и толстую поддеву, где-то взять сантиметров десять оставить, все остальное обрезаем и так оставляем. Теперь осталось передвинуть брасовый ремень, чуть-чуть удлинить и все готово, так как я использую эту подвеску не только при плавании со спаркой, но я ее использую при плавании с ребризером, на ребризере мне нужно правое декольцо, поэтому я еще установлю сейчас себе здесь д-кольцо с правой стороны, отрегулирую брас, проверю регулировку колец, и так, брас я удлинил, пряжку мы установили, установили, режущий инструмент я сейчас не креплю, я его закреплю позже, пряжку придется снять опять, излишек стропы тоже самое, оставляем еще десять сантиметров, отрезаем и излишки просто выбрасываем. Я сейчас просто заправлю, не надо, не оставляйте, если вы не собираетесь, это если не прокатная подвеска, не оставляйте длинных концов, они вам абсолютно не понадобятся, проще потом, если вы сильно поправитесь, проще поменять полностью подвеску. Итак, кольца я поднял, теперь они у меня находятся в нужных местах, поставил себе правое д-кольцо под ребризер, под конфигурацию с ребризером, вот у меня установлено мое левое д-кольцо, основное поясное, сзади д-кольцо на расстоянии, сзади д-кольцо на расстоянии кулака от спинки, до спинки, достаю руками до спинки. Вот, что еще? Вы, наверное, спросите, что у меня вот здесь вот за резинки везде. Это резинки для крепления одного из буев. Один буй у меня в кармане находится, а большой буй я креплю сзади. Так, не забывайте, когда собираете подвеску про резинки для крепления фонаря, про резинку для крепления инфлятора, шланга инфлятора, про длину и про то, как устанавливать и где устанавливать пряжки и д-кольца, я вам рассказал. На этом у меня все. Большое спасибо за внимание. Напоминаю еще раз про то, что я рассказывал перед роликом о новом направлении нашего контента, о жизни в Шарм-эль-Шейхе, в Египте и вообще о жизни за границей. Если вам это интересно, пожалуйста, очень прошу вас, напишите в комментариях хотя бы одно слово. Интересно? Да? Нет? Нужен? Не нужен? Ну, а также задавайте свои вопросы. У нас уже скопилось много достаточно вопросов, по которым мы будем снимать ролики. До встречи!